Серия вообще кошмарная в смысле содержания, по форме всё прекрасно, конечно же. Свет, звук, сценарий, кокарды и сподни – всё отлично сделано, но она прям вот это ужас! Этого Пинкмана так жалко, всю серию вообще. Ну и там мистер Уайт выступает как мелкая, мелкобуржуазная свинья, с чего, собственно, и начинается серия, потому что Пинкман, созвонившись с мистером Уайтом, встречается с ним в супермаркете, где они, бродя по разным сторонам стеллажа с товарами, изображая из себя незнакомых, переговариваются по делам. Дела довольно простые, мистер Уайт говорит, что синтезировать метамфетамины он пока прямо сейчас не может, потому что им нужно как-то с семьёй разобраться, у него там жопа дома. А производство наркотиков в пустыне требует многодневного отсутствия, ну или, по крайней мере, многочасового, что будет обязательно замечено. А Пинкман говорит, что всё-таки нужно как-то вернуться к вопросу половину денег забрать себе, потому что у тебя же деньги есть, а у меня денег больше никаких нет. А тут опять Уолтер Уайт замечает, что это ж ты денежки оставил в машинке, почему я должен за это рассчитываться, на что Пинкман вполне логично замечает, что это мы из-за тебя стали вести дела стукой. И если бы мы не вели дела стукой, ничего бы и не случилось. Ну, с другой стороны, я от себя могу заметить, если бы вы не вели дела стукой, у вас бы и денег столько не было. Да. Куда бы вы всё это продали? Да. Такую тонну наркотиков, там по килограмму в неделю, откуда у вас такой канал сбыта. А тут, конечно, Джесси требует денег, а Уолтер Уайт натурально. Мелкобуржуазная свинья. Никакой половины ты, Джесси, товарищ Пинкман, не получишь. Хотя ты точно собрался варить метамфетамин, а это твой партнёр. Ну, у него в самом деле забрали все деньги, и у него конкретно сейчас трудности. Ну, выдай ты ему в долг. Вот надо ему половину? Ну, дай ты ему половину. Это же даже не долг, а просто вложение, инвестиции в поддержку партнёра. Не отселочь на свои деньги и говорить, что хрен тебе они деньги. Это потому, что у него всю дорогу, у мистера Уайта, у него работает хорошая, отличная иллюстрация мелкобуржуазной психологии. Это вот он и есть мистер Уайт – мелкий буржуа, который уверен, что если он плывёт на Титанике, на Титанике, блин, навстречу айсбергу, но он должен ехать в отдельной каюте, чтобы она была оформлена вот конкретно так, как он за неё заплатил, с правильным сервисом и так далее. Но, блин, это же не отменит того факта, что вы на Титанике херачите навстречу здоровенной ледяной горе. Именно так. Да. Как говорил капитан Титаника. Ну, в общем-то, это выдача денег Пинкману, с моей точки зрения, и это вложение в правильное будущее, т.е. ты помог коллеге по опасному бизнесу, он это, в общем-то, должен оценить. Если ты при этом прочитаешь правильную лекцию, отдашь не всю половину, а сколько считаешь нужным отдать, но, тем не менее, ты входишь в его положение, показываешь ему, что ты к нему неравнодушен и помогаешь. Он, в общем-то, это запомнит. Точно так же, как запомнит и вот это. Конечно. Ещё крепче причём. Конечно. Тем более, что половину же можно отдавать частями, например, а там, глядишь, может, всё уже и рассосётся, и можно будет всю половину-то и не отдавать, а то, что уже успел отдать, забрать потом себе. Ну, вот десятку откинул бы. Ему же там нужно решить проблему-то натуральное. У него там 1200 баксов долга, даже меньше. У него там 750 баксов долга получается, или 700, сколько он там, ну неважно, короче говоря. В прошлый раз ты верил 1200. Нет, я говорю, что он же часть-то отдал, у него было на кармане что-то. Да-да-да. 650, что ли, долларов у него было на кармане? Ну, короче говоря, какие-то или 550, я уж не помню. Короче говоря, ну, условно, половину он отдал, нужно ему ещё, ничего у него нету. Плюс какие-то ещё входящие обстоятельства – ну, отдай ты ему сейчас какое-то количество денег. Потому что в чём проблема? Нет, в грубой форме его посылает, настаивает на своей мелкобуржуазной свинскости, собственно, как и весь фильм. У него всё время эта херня. Вот даже когда этот человек будет поднимать в неделю по миллиону долларов минимум, а потом ещё больше, он всё равно продолжает думать вот именно, как этот самый мелкий буржуан. Душиться за копейки. Даже не чтобы душиться за копейки, там даже вопрос-то не в том, что за копейки, а в том, что вот своих чужих боксов мы не хотим ни пяди, но и своих гроша не отдадим. Вот это вот конкретная мораль, которая выражается идиотской английской пословицей «мой дом, моя крепость». Потому что я вот сейчас обставлю себе квартирку, фатерку, у меня всё будет хорошо, у меня будет коммунизм в отдельной взятой квартире. А вы зарастите все говно. А вы говно, и там же и утомите. Такое впечатление, что он не понимает, будучи профессором, доктором наук и вообще уже как бы не совсем мальчиком, так-то между нами говоря, что если все утонут в говне, ты тоже вслед за ними утонешь в говне. И уж тем более это касается, если ты пытаешься, чтобы в говне утонули твои партнёры. Ну, тут, в общем-то, речь всё-таки как не крути, а про бизнес. Вы же там что-то делаете, продаёте, наживаете с этого деньги. Ну, вот деньги в этом случае выступают в роли дров. Для того, чтобы костёр горел как следует, туда надо бросать дрова. Любовь, как костёр не кинешь палку, потухнет. Как это наркоманы, они дохлые, понятное дело. Наркоманские свиньи, да. Тощие, красноглазые, те-то были розовые, мордатые, здоровенькие. Ну, т.е. вот нужны некие вложения для того, чтобы усилить и расширить процесс. Это же то же самое, что украсть бочку спецраствора, то же самое, дать Пинкману денег. Ну, поступок идиотский абсолютно. Так. И мне просто очень нравится, что вот это очень характерный поступок, потому что это отличная вообще иллюстрация того, как ведёт себя мелкий буржуа. Понятно, что это специально написано. Я не знаю, они сознательно из него сделали именно вот такого мелкого буржуа или несознательно, просто в силу того, что им писать больше не про кого – там вокруг таких миллионы, и у нас теперь тоже. А значит, он яркий представитель. А т.к. человеческая мысль – это всегда отражение бытия, вот у товарищей сценаристов какое бытие было – вот такое они и отразили, и хорошо, кстати, отразили. Отлично отразили. Мне очень понравилось.